Жителям округа будет предоставляться льгота по оплате услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответствующий законопроект парламентария региона рассмотрели на заседании комиссии по экономической политике и бюджету. Проект разработан в связи с переходом с 1 января 2020 года на новую общероссийскую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Как отметила в начале обсуждения председатель комиссии Наталья Кордакова, в последнее время в стране накоплен большой экологический ущерб. Ежегодно добавляется порядка 70 миллионов тонн, увеличиваются площади свалок. Для решения этих проблем в стране с 2019 года стартовала мусорная реформа, которая вызвала во многих регионах общественный резонанс. Для того, чтобы у нас не было никаких проблем с данной реформой, мы сегодня обсуждаем непосредственно по уплате услуг в области обращения с твердыми бытовыми для установленных льгот и для юридических льгот. Для физических лиц. А затем мы будем также работать по юридическим лицам, чтобы не было никакого негатива на нашей территории. Как отметил руководитель управления по государственному регулированию цен тарифов Неницкого округа Сергей Андреянов, установление регулируемого льготного тарифа вызвано необходимостью ограничить рост расходов населения на жилищно-коммунальные расходы, в первую очередь в сельских населенных пунктах. Для жителей городской агломерации примерная плата за услуги по обращению с ТКО с учетом льготного тарифа составит около 140 рублей в месяц на каждого зарегистрированного в жилом помещении человека. Для сельских жителей 61 рубль, пояснил Сергей Андреянов. Что касается уровня соседей, к примеру, Комет в МКД это порядка 120 рублей, село 52, Ямал 150, многоквартирные дома, Мурманск 130, Архангельская область, так же как и мы, только планируют переход в верхняя планка порядка 150, ожидание от тарифов по регулятору около 140 рублей для многоквартирных домов. Принятие законопроекта потребует дополнительных затрат из окружного бюджета в 2020 году для предоставления субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов в размере 206,8 миллионов рублей. В ходе обсуждения депутаты высказали ряд предложений. К примеру, Валерия Стопчук и Татьяна Федорова говорили о необходимости внедрения раздельного сбора мусора, а также принятие мер стимулирования граждан на такой сбор. А я бы хотела стимулировать сдачу отходов, вот таких, первый, второй, третий класс опасности, ну повторюсь, значит, это люминесцентная лапа сдали, мы его компенсировали. Батареи, которые бытовые применяются, сдали, мы его компенсировали. Шины, как и у нас валяются по всей, сдали, его компенсировали. А дальше муниципалитетам поставили задачу прессовать и бумагу еще не забудьте. Бумагу, может быть, тоже не стоит нам с вами вывозить, отдать поручение, которое нужно уплотнеть и вывозить. Вот тогда было бы у нас с вами порядок, на мой взгляд. Отмечу, что вопрос о снижении расходов организации и предпринимателей по оплате услуг по обращению с ТКО будет рассмотрен на отдельном заседании. Кроме того, 18 декабря состоится круглый стол с привлечением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории округа.